Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос и хотел бы вам на него ответить. Вы пишите, что... Дело в том, что я встречаюсь с парнем уже 6 лет. Мы сначала очень дружили, потом начали жить вместе. Наши отношения, мы жили вместе 2 года и 4 года мы расстояли. Вот давайте как-то поясним здесь. Если вы жили 2 года вместе, то это были 2 непрерывных года. То есть вы как вот начали жить вместе, так и жили 2 года, а потом 4 года мы расстояли. Тоже как бы непрерывно. Или у вас было так, что вы 2 года, ну скажем, полгода жили вместе, потом там год на расстоянии, да, и опять полгода вместе. Вот это вот можно уточнить. И сейчас мы на расстоянии. Угу. Ну, давайте здесь с вами сразу скажем так. Почему вы на расстоянии? Есть ли у вас в перспективе в обозримом будущем возможность быть вместе, полностью, ну то есть совсем быть вместе? И, соответственно, как каждый из вас воспринимает эту самую обозримую перспективу? То есть вот, знаете, если перспективы нет, если вы не видите как бы прогресса, да, то есть вы не видите, когда вы будете жить вместе, когда вы будете вместе, то ваши отношения, к сожалению, они лишены всякого смысла. Потому что на расстоянии это не отношения, они мучительны и для вас, и для вашего мужчины. Вы пишите, видимся раз в полгода, но это, конечно, очень мало, опять же вы не написали, поскольку, поскольку вы видите, то есть вот раз в полгода это понятно, понятно, но поскольку именно вы видите раз в полгода не очень. Вы пишите, у него бывали перепады в настроении, и он периодически хочет расстаться. Ну, перепады в настроении, это вообще довольно серьезный симптом, скажу, что обязательно заболевание какое-то, но довольно серьезный симптом определенного психического состояния. И как бы вот на данный момент можно говорить о том, что перепады в настроении, это отклонение от нормы. Вызваны они либо органическими, либо психологическими причинами. И связаны с тем, что нервная система вашего молодого человека не справляется, видимо, с нагрузкой, которую он чувствует из-за того, что вы на расстоянии. Опять же, здесь мне бы хотелось уточнить у вас, эти перепады в настроении, они начались когда? Когда вы стали жить на расстоянии или они были до этого, как вы раньше с этим справлялись, как он к этому ослушается, осознает ли он это, что у него есть эти перепады, лечится ли он делать что-то и так далее. Значит, у него перепады в настроении, он периодически хочет расстаться. Ну, в данном случае это желание, оно вполне нормально, потому что, видимо, ему тяжело, он боится вас потерять, не хочет тратить свою жизнь на вот такие вот, не пойми какие отношения, да. И плюс его, наверное, беспокоит ревность, он боится, что вы ему изменяете, а он в это время вас ждет или наоборот. То есть это вот такое метание туда-сюда получается. Вы пишите, я всегда находила, как решить проблему и продолжить отношения. Ну, то, что вы заняли позицию такую сдерживающую, это хорошо, но это накладывает определенный отпечаток на вас и ответственность. То, что молодой человек как бы знает, что вы всегда остановите его, вы всегда как-то вот одернете его, всегда включите голову и, в общем-то, кто снимает с него ответственность и накладывает определенную ответственность на вас. И весь вопрос в том, согласны ли вы с этой ролью или нет. Значит, сейчас новость, что-то случилось, и он решил на 100% ростать. Кстати говоря, когда вы говорите, что решить проблему и продолжить отношения, тоже очень важно, какую именно проблему вы решаете. То есть, видимо, есть причины, по которым молодой человек хочет сами ростаться, и это упирается в определенную проблему, которую вы решаете, но решаете, видимо, вы ее не полностью, раз ситуация складывается так, что это приходится делать время от времени. Сейчас, пишите вы, есть новость, что-то случилось, и он решил на 100% ростаться, и я не знаю, что делать. Ну, для начала подумайте, чем эта ситуация отличается от ситуации, которые были до этого. Если вы поймете, в чем отличие, то сможете подкорректировать свое поведение. Раньше я так никогда не писала ему, а в этот раз написала, что хорошо, давай расставаться. Ну, опять же, здесь важен ваш мотив, то есть, почему вы решили это сделать, почему вы решили расстаться с ним, что вас толкнуло на это. То есть, вы говорите, что раньше я так никогда не писал ему, а в этот раз написал, давай расставаться. То есть, не только ситуация в жизни другая, но и вы поступили тоже по-другому. Вот, с этим также нужно разбираться, почему вы поступили по-другому. Ну, хотя бы вам для себя ответить на этот вопрос надо быть. Очень плохо сейчас, я очень сильно хочу быть с ним. Как мне быть? Ну, во-первых, сейчас нужно не успокоиться, не торопиться, дать время побыть ему одному, себе тоже. Потом написать ему измениться за свои слова, сказать, что вам плохо, сказать, что вам тяжело это все. И сказать, что вы его любите и что вы не хотите расставаться, но понимаете, что так дальше продолжаться не может, что у вас должна быть какая-то цель, у вас должна быть перспектива, у вас должно быть будущее, и обсудить с ним возможные варианты все-таки постоянного совместного проживания. И если эти варианты вы найдете, то вам оперировать на именно этим, что постоянно говорить только о том, что вы будете вместе. И стараться делать все для того, чтобы быть вместе. Ну, а если перспектив нет, то тогда уже вам нужно будет решать. Хотите ли вы в это ввязываться? Хотите ли вы вот это все терпеть? Хотите ли вы вот так мучиться, страдать, постоянно терпеть перепады настроения своего молодого человека? Или все-таки жить нормальной жизнью, полноценной, отпустить его и отпустить себя? Это вот вопрос, который вам тоже нужно себе задать. И правда заключается в том, что отношения на расстоянии невозможно, если у них нет перспективы в дальнейшем перестать быть таковыми и переносить в непосредственные реальные отношения. Потому что людям очень тяжело, они не вместе, они друг друга любят, но они не могут эту любовь выразить друг другу. Из-за этого возникает тотальная неудовлетворенность, которая сжигает изнутри обоих и требует огромных затрат энергии для того, чтобы не взорваться, чтобы не отреагировать негативно и так далее. И нужна цель, нужна мотивация, мотивация к тому, чтобы отношения сохранять. И вы, вот вы, выбрали позицию как бы сдерживающую. Я понимаю, что вам тяжело, но мужчина, он скорее всего ожидает от вас продолжения этой линии поведения. И если вы не хотите эту линию поведения как бы продолжать, то вам лучше ему об этом сказать. Сказать, что вот, знаешь, я много раз устраивала, много раз решала проблемы, я устала, я хочу, чтобы это делал ты, например, или чтобы хотя бы по очереди, да. Вот. То есть здесь, Ксения, вам нужно определиться за своей позицией в первую очередь. Вот. Вы говорите, что я очень сильно хочу быть с ним, но вы же при этом сами сказали ему, что хотите расставаться, понимаете. Значит, вами что-то двигало. Вот вопрос в том, что вам двигало и как это у вас сочетается с тем, что вы хотите с ним быть и нужно рассмотреть в первую очередь. Там уже будет видно. Вот. Но попробуйте задать себе этот вопрос и привести в единую позицию без противоречий то, что произошло. И тогда, я уверен, у вас появится выход. Другое дело, примете ли вы этот выход, другое дело, воспользуетесь ли вы им. Но выход будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас появилось желание написать дополнение, извините меня в личку о том, что вы это сделали, дабы я прочитал дополнение и дополнил свой ответ. Желаю вам всего самого доброго.